друзья всем привет сегодня я покажу как связать вот такую шапку резинку я вязала таких шапок много разных разных цветов для женщин мужчин детей с отворотом без двумя отворотами это очень простая шапка я сейчас покажу как ее связать вот мой образец отлежанный постиранный отпаренный и сейчас будем высчитывать петельную пробу так здесь у меня 50 петель 10 петель и считаем сколько сантиметров 11 8 11 8 сантиметров и по высоте у меня 60 петель 60 рядов это отметки я смотрю 10 с половиной сантиметров 10 с половиной сантиметров и сейчас чтобы высчитать петельную пробу нам нужно 50 50 петель разделить на 11 8 сантиметра и получается но я округляюсь конечно 4 и 24 петли и сколько рядов 60 разделить на 10 с половиной пять семьдесят один ряд это в одном сантиметре сейчас посмотрим как я посчитала сколько нужно набирать петель во-первых это будет шапка и она должна сидеть на голове плотно поэтому от вот этого обхвата головы 61 сантиметр я должна вычесть ну если это резинка например да то 25 процентов примерно потому что она растягивается может болтаться на голове нам это не нужно и я в общем опытным путем просто уже знаю что примерно на резинку нужно 25 процентов отнимать 25 процентов это 15 сантиметров от 61 я 61 отнимаю 15 сантиметров у меня получается 46 сантиметров и уже эту цифру я должна умножать на петельную пробу у меня получилось 195 петель это мы набираем когда пишу мне все трясется поэтому поэтому записываю уже после того как расчет сделала так и теперь сколько нужно рядов высоту 21 ряд 21 сантиметр это высота шапки 21 умножаем на петельную пробу рядов 119 рядов и плюс у нас еще будет отворот отворот будет 7 сантиметров и тоже на ряды умножаем получается 40 рядов то есть в итоге я набираю 195 высоту вяжем 40 рядов потом ставим на 0 и 119 либо можем сложить и провязать 159 рядов на основной плотности мы приступаем к вязанию нашей шапки резинкой 2 на 2 но как вязать резинку я показывать не буду потому что у меня есть отдельный ролик на эту тему посмотрите его если кто не знает единственная важная вещь которую я хочу вам сказать это как получить красивый шов незаметный шов на нашей шапке нам нужно крайние петли оставить по одной петле с каждого края на противоположных фантурах что я имею ввиду то есть например на верхней фантуре у нас заканчивается двумя и одна петля для шва соответственно нам нужно с другого края оставить одну петлю на другой фантуре а здесь будет противоположные петли то есть например здесь будут 2 изнаночные потом петля для шва а здесь будет 2 лицевые и петля для шва то есть эта петля будет сшита с вот этой петлей и в итоге шов получится незаметным то есть будет 2 лицевые 2 изнаночные и шов так я провязала до нужной длины сейчас начинаем формировать в макушку по передней фантуре я переношу одну иглу одну петлю на вторую петлю и по всей длине так делаем и плотность ставим чуть чуть потуже потому что если мы оставим ту же плотность то петля станет очень длинная и макушка в конце будет как бы сильно дырчатая вот так пожалуй сделаем все до конца делаем точно так же и провязываем два ряда теперь то же самое делаем по задней фантуре тоже переносим на одну петлю делаем плотность чуть-чуть ту же и провязываем два ряда так теперь берем двусторонний деккер и переносим петли с нижней фантуры на верхнюю но ставим на какую-нибудь петлю например вот сюда переносим таким образом все петли с нижней фантуры на верхнюю ставим еще ту же ну насколько возможно ту же плотность потому что петля потом я уже говорила станет длинная и макушка будет дырявая рыхлая в общем ветер будет не задувать провязываем также один или два ряда и все стягиваем петли ниткой снимаем с машины стягиваем и все можно сшивать друзья спасибо что досмотрели до конца всем хорошего настроения и удачи